Более двух недель их допрашивали и пытали в гестапо, а потом расстреляли. Сначала отца, а 9 марта и сына. За пять дней до казни Витя Коробкова исполнилось 15 лет. Для Софии Комковой это был особенный ролик. Она рассказывала о своем ровеснике, который погиб в годы Великой Отечественной войны. Привычное название улицы стало для нее связью времен и поколений, памятью о героизме детей в страшные годы войны. Еще один видеорассказ был посвящен герою Советского Союза Владимиру Сосину. Я изучала материал, находила в интернете статьи, картинки. И после этого все складывалось в один общий текст и читалось на камеру. Всероссийский проект «Улицы героев» стартовал зимой. По задумке организаторов, волонтеры должны раздавать листовки горожанам с биографическими сведениями о тех, чьими именами названы улицы. В Сарове решили расширить рамки проекта. Мы пошли немножко другим путем. И просто на этой улице, носящей имя героя, мы делаем небольшие съемки, где ребята, школьники, студенты рассказывают именно об этом герое. Самое главное, что эти дети, они сами ищут этот материал. То есть это не просто рассказ, это еще то, что у них в голове откладывается вообще об этом человеке. По словам Вячеслава Лапашова, ребята в процессе подготовки проводят настоящую исследовательскую работу. В планах рассказать не только о героях Великой Отечественной войны, но и о других людях, которые в разные годы и даже века внесли свой вклад в развитие страны. Всю найденную информацию ребята тщательно проверяют. Например, вот очень такой интересный момент. Герой Советского Союза, да? Осипенко. Это Валентина Осипенко, летчица Герой Советского Союза? Или это генерал Осипенко? И вот инициалов нет, нигде найти не можем. Так интересно искать. Работа продолжается. Подобечный Вячеслава Лапашова намерена подготовить видеорассказы обо всех улицах города, которые получили свои названия в честь знаменитых людей. Ролики можно посмотреть в официальной группе Военно-исторического клуба «Победители» в социальной сети ВКонтакте.